доброго всем времени суток с вами канал мамыны истории сейчас хочу рассказать вам одну историю которую я услышала буквально совсем совсем недавно я ходила в дальний магазин там мне надо было купить некоторые продукты которых у нас здесь рядышком нету ну естественно же купила чтобы немало как говорят и сумка была тяжелая я шла шла а потом присела на скамейку отдохнуть немножко посидела а здесь подошла еще одна женщина вот и села возле меня и так мы заговорили с ней о том о сем о том о сем ну и как-то перешли на личное она спросила с кем я живу а я говорю а вы с кем живете она говорит я живу двумя детьми а вообще говорит я еще жила со свекровью с мужем но так вот случилось и начала мне рассказывать историю своей жизни говорит что жили они в двухкомнатной квартире она ее муж двое деток и с ними жила свекровь и вот муж внезапно пропал говорит три года я ждала его и что я пережила за эти три года это одному богу известно только как я не старалась угодить своей свекрови как не старалась сделать что-то хорошо ей кроме упреков кроме оскорблений я от нее ничего не слышала я постоянно слышала что это я виновата в смерти и и сыночка что это я из со своими хахалями сжила ее его со свету и говорит я уже не могла выдержать я сказала что я буду подавать на размен квартиры на что свекрова ответила подавай но запомни раз и навсегда ты никогда не выменяешь хорошую квартиру я тебе не позволю это сделать но говорит я все же не испугалась и подала на размен квартиры и меняли мы ее два года говорит как только подходящий вариант попадался свекров тут как тут то это не нравится то и это не нравится а в итоге мне говорит так уже все надоело что попался вариант где-то чуть ли не на территории кладбища под самым кладбищем и на первом этаже и я все равно согласилась лишь бы уйти лишь бы отдельно жить но переехали мы туда это говорит так страшно было как только утро начинается начинается день так мы слышим траурные марш и так мы видим похоронные процессы потому что окна выходят прямо на кладбищенские ворота один раз я вышла хотела спуститься на первый этаж выйти на улицу а соседка шла которая рядом со мной живет женщина уже довольно пожилая и наверное она зацепила за ступеньку и упала продукты с ее сумки говорит раскатились вот я их я естественно говорит помогла собрать это все помогла в квартиру занести вот и мы немножко заговорили с ней она сказала что очень трудно здесь жить на что я ответила ну почему же вот мы же уже месяц прожили и слава богу ничего ну соседка ответила дай боже чтоб так и было но говорит у меня тоже начались неприятности сначала сыночек кипятком обварился затем у дочки сахарный диабет нашли вот деньги на лекарства надо было потом хуже меня с работы говорит уволили денег совсем на прожитье не было до что до того что я пошла продавать в ломбард понесла кольца обручальные мое и мужа в этом в ломбарде давали там сущие копейки я вышла а как всегда под ломбардом стоят парни которые скупают это золото и я там с ними торговалась торговалась и немножко дороже вы торговала ну дали они мне эти деньги и я пошла только пошла метров 50 прошла или 100 может бежит какой-то парень и у него из рук выпадает кошелек а он дальше побежал я ему подняла этот кошелек говорит и кричу ему что у терял у терял а он за угол завернул и пошел я взяла открыла тот кошелек и думаю что с ним делать и тут ко мне подбегать говорит это к толстая толстая женщина и говорит а ты кошелек нашла деньги взяла а ну давай его суда и так бесцеремонно говорит вырывает у меня из рук а потом говорит в милицию я не пойду милиция что там есть себе заберет а с нами делиться надо короче говоря говорит и забрала у меня те деньги которые я за обручальные кольца взяла пришла я домой уже плакала 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 а здесь горит и соседка заходит и приносит мне бумажечку говорит вот и жека приходили и и принесли что тебе большая у тебя не уплата тебе надо заплатить я еще пуще плачу расплакалась а заснула и смотрю в окно а под окном стоит какая-то женщина такой грязный платок на ней какой-то а на лбу венчик такой как покойником лошадь я бы закричала говорит что есть силы но здесь дети спят горит у меня не хватило силы я просто опустилась возле окна на пол и так горько плакала на следующую ночь опять пришла эта женщина и опять смотрит ко мне в окно вот когда я начинаю плакать она поворачивается и уходит на территорию кладбища зашла ко мне соседка вот мы сели разговорились я и рассказала о всех своих несчастьях что не могу за квартиру заплатить а тут еще эти кошмары ночные когда приходит ко мне мертвая соседка говорит пошли и повела меня на кладбище вот подвела к могилке там есть фотография и она говорит вот этот тебе подходила на что горит я и ответила да вот это на фотографии это была совсем не злая совсем не грязная и не неряшливая женщина а наоборот красивая и симпатичная на ее платье были такие красивые кружева такая красивая гладкая прическа у нее было что мне эта женщина даже говорит ну понравилось и вот на другой день сама решила я пойти к этой женщине убралась там у нее вырвала сухую траву вот а потом началась не разговаривать и говорю ей оля так было написано имя на памятнике ну что ты от меня хочешь ну что я тебе плохого сделала но я же такая несчастная как и ты только у тебя жизнь забрали а у меня а у меня все забрали у меня муж пропал у меня квартиры нету я в таком кошмаре живу еще и ты по ночам приходишь ну что я тебе плохого сделала и расплакалась и рассказала говорит всю ее жизнь то есть свою жизнь ей рассказала вот и вроде мне аж легче стало а ночью снится мне сон а может это не сон был а может это я в какая-то была не знаю говорит но как вроде в комнату заходит ко мне эта женщина вот так одетая как на фотографии на памятнике и говорит мне слушай спасибо что ты убрала у меня ко мне никто не ходит и не убирает а тебе я так скажу ты говоришь муж у тебя пропал он пропал он страдает за свои долги и его посадили в машину и увезли и сейчас он как бы в рабстве он работает его сильно били ему выбили глаз ему отбили почку а чтобы не сопротивлялись и были безмолвными тварями просто работали его и ему подобных качают наркотиками ты его уже никогда не увидишь он там и умрет а детки твои будут с тобой а твою квартиру ты продай вот это как там она сказала но службы этой ритуальной службы на кладбище вот а сама уезжай отсюда далеко-далеко куда-то в другой конец города вот замуж ты уже никогда не выйдешь а детки твои будут хорошие и будут с тобой до конца дней твоих и он говорит прошло буквально немного времени приходит ко мне мужчина и женщина и и предлагают мне продать им свою квартиру даже не продать а они мне предлагают квартиру совсем в другом конце города говорит что вот все жильцы дома подписались и вы подписывайтесь а мы этот дом заберем и сделаем здесь магазин ритуальных услуг вот я же конечно согласилась купили они говорит мне квартирку вот здесь вот в этом доме рядом и я теперь здесь живу со своими детками вот я очень довольна после того кошмара который мне пришлось пережить я говорит просто счастлива ну вот так вот еще мы поговорили немного с ней и разошлись ну ну вот такая вот история случилось такое в жизни бывает ну вот и все а я хочу попросить вас если вы смотрите на скан наш канал если вам что-то нравится поддержите его на развитие материально немножко и морально реквизиты под видео а я желаю вам всего хорошего ставьте свои лайки подписывайтесь и до новых встреч